МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На территории Московской области снято ограничение в 200 метров. То есть не имеет значения, какое расстояние от дома до ближайшего газопровода. Максимальный часовой расход газа оставлен такой же, 7 метров кубических в час. Этого достаточно для отопления большого дома в 500 квадратных метров. Наличие технической возможности также снято ограничение. Для того, чтобы провести газ в дом, нужно заключить договор. Теперь бумаг придется собирать в 5 раз меньше. Сократилось и количество визитов в газовую компанию. Необходимо приехать один раз, чтобы подписать документ. Бесплатная газификация идет до границ участка. То есть газ приходит к газобору, условно говоря, а уже по территории участка идет платно за фиксированную стоимость, комплексный договор. Он как раз в себя включает вопросы, связанные с проектированием и со строительством, также с установкой устройств по отоплению и газовых плит. В ближайшее время в Одинцовском округе заработает офис социальной газификации. В нем можно будет получить ответы на интересующие вопросы, а также оформить недвижимость. Ход реализации программы на контроле у главы муниципалитета. У нас с вами на 186 населенных пунктов практически ровно год. До лета 2022 года мы должны с задачей справиться. Поэтому еженедельный контроль в рамках штаба правительственного и наших уже непосредственно штабов, которые будем проводить с выездом на территорию. Также по плану в 2021 году в муниципалитете будут газифицированы населенные пункты, где ранее газа не было. Осакова, Чуприкова и Малые Веземы. Для этого Мособлгаз проложит около 40 километров газопроводов. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.